Турецкие бизнесмены подсчитывают убытки после введения России ограничительных мер, принятых в связи с растущей радикальной исламизацией Анкары. В целях безопасности, напомню, было рекомендовано прекратить продажи туров на турецкие курорты, отменены чартерные рейсы, введены ограничения на поставки продовольствия. При этом, как признаются владельцы отелей, магазинов, строительных компаний, они вкладывали немалые деньги в свой бизнес, рассчитывая именно на российских клиентов. Репортаж Павла Краснова. Под ярким солнцем даже опустевшие в декабре средиземноморские пляжи смотрятся привлекательно. И если бы не прохладный ветер, туристов на берегу наверняка было бы больше. Сейчас их здесь наперечет. Да и в отеле отдыхают всего две группы из Германии и из Турции. Гости из России уже разъехались, и неизвестно, приедут ли они сюда еще раз. Я даже не хочу думать, что будет, если ситуация не исправится. Без русских будет, может быть, не так пусто, как сейчас. Но это все равно катастрофа. Именно туристический сектор из-за размолвки между Россией и Турцией может получить самый чувствительный удар. Юль Кай управляет в Кемере пятизвездочным отелем и не скрывает. Без российских туристов многих его коллег ждет разорение. Особенно здесь, в регионе Анталии, где гости из России составляли едва ли не большинство. Из-за кризиса в экономике доходы отелей без того снизились. И потеря такого количества клиентов для многих станет фатальной. Ситуацию нужно оценивать реально. Четыре с половиной миллиона человек компенсировать невозможно. Оптимизма вулкан старается не терять. Надеется, что привыкшие к местным пляжам и хорошему сервису туристы все-таки поедут в полюбившиеся места. Но их количество точно не будет таким, как прежде. И это коснется не только отелей. Не будут оживленными, как раньше, торговые улочки. Неизвестно, вообще найдется ли кому читать русскоязычные вывески на магазинах. Остаются, конечно, еще выходцы из России, кто в Анталии живет постоянно. Но не сократится ли и их число? На фоне последних событий некоторые уже выставили квартиры на продажу. А если вдруг это станет массовым явлением, пострадает и рынок недвижимости. Если произойдет самое плохое, будет снижение цен, придется искать варианты. Халиль занимается в Анталии риэлторским и строительным бизнесом. Его компания построила в городе несколько жилых комплексов с прицелом на иностранцев. Причем главными покупателями всегда были выходцы из России и других стран СНГ. Только в самой Анталии россиянам принадлежат 18 тысяч квартир. А ведь есть еще множество смешанных семей. У Халиля как раз такая. Его жена Ольга занимается тем, что помогает другим переселенцам из России адаптироваться к турецким реалиям. И сейчас ей приходится успокаивать знакомых, убеждая, что охлаждение отношений России и Турции на них никак не скажется. Люди боятся неопределенности. Люди боятся, что этот конфликт может затянуться. И, наверное, все хотят жить в мире, строить свое счастье в мирных условиях, растить своих детей. Все, что остается простым гражданам Турции, живущим здесь россиянам, это следить за новостями. И надеяться, что ситуация скоро разрешится. Ну а пока над солнечной Антальей продолжают сгущаться сумерки. Туристическое солнце взошло над этим курортом лет 30 назад. И стоявшая с тех пор безоблачная погода была неразрывно связана с наплывом туристов из России. Но теперь это солнце, похоже, идет к закату. И кто знает, как скоро вернутся времена, когда оно снова окажется в зените. Павел Краснов, Сергей Кузнецов и Дмитрий Зельвянский. Первый канал. Турция. Анталья.